Предупрежден, значит вооружен. К 30-му дому по восстанию лучше не подходить ближе, чем на 10 метров. Опасно обрушением льда и снега. Альпинисты устраняют последствия метели. Снегопада века, ставшего самым сильным за 140 лет. Бригада состоит из 6 человек. 5 человек у нас производят работы оперативно на кровле, снимают снеговую нагрузку, затем в случае необходимости переходят на снятие образования наледи. Не убрали вовремя итог обрушения. На этих кадрах снег рухнул на поезд в Москве. Похожая лавина там же неделю назад обрушилась на 9-летнего мальчика с крыши. Сегодня под угрозой несколько столичных новостроек. Такие глыбы обрушивали и крыши казанских зданий, когда тонны снега вывозили уже после ЧП. Не меньшие силы нужны и сегодня. На помощь пришли даже осужденные. Более 500 осужденных без лишения свободы к наказанию в виде обязательных работ привлечены к уборке снега. Эти условия диктует погода. Сутки буранов занесли крыши метровыми сугробами и оттепель только усугубляет ситуацию. На крышах сосульки по метр и полтора. Глыбы забытого льда, грозящие рухнуть от малейшего дуновения. Таким сегодня остается фасад дома на Королева. Жители тоже должны, наверное, сообщить ЖК или ЖКХ. Это ваши безобразия. Смотрите, полтора метра лед висит. Не звонить в службы, а включаться в работу самим. Такое ноу-хау казанцам предложила администрация Кировского и Московского районов. На 12 остановках установили по контейнеру с песком, чтобы желающие сами сыпали там, где скользко. Если, допустим, не трудно, то можно посыпать. Но только лопатчика нужно положить туда. Для этого должны быть люди, которые должны чистить снег, посыпать песочком. У нас кончились коммунистические субботники. Не ради светлого будущего, но для всеобщего блага администрация района планирует увеличить число таких ящиков еще в два раза. Любого жителя, если такая необходимость есть, могли воспользоваться песко-схаляной списи и подсыпали у себя где-то, может, кто-то во дворах, кто-то использовал по своему назначению. Все ради победы над завалами. По самым позитивным прогнозам коммунальных служб, даже с подкреплением, раскидаться с последствиями метели получится не раньше, чем через неделю. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, Альбина Минибаева, Динара Камалова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова